Приветствую, друзья! Все чаще попадаются проекты, где местные, то есть российские проектировщики, адаптируют зарубежные проекты под наши нормативные требования. Или доделывают части проекта, которые не запроектированы западными коллегами. Почему так происходит? Дело в том, что технологически мы, как страна, плетемся в хвосте, и зарубежные технологии практически во всех сферах существенно прогрессивнее наших российских. Хорошо это или плохо мы обсуждать здесь не будем, как и политику в общем в целом. Просто примем к сведению эту данность. Вследствие всего вышеописанного, что мы имеем, когда, например, человек с деньгами хочет вложить их в какое-либо производство или агротехнический сектор, например. Очень простую картину. Этот человек сталкивается с тем, что для того, чтобы быть конкурентным на рынке после возведения производственных мощностей, ему надо два фактора. Делать качественную продукцию и делать ее по конкурентным ценам. А добиться этого можно только с применением современных технологий. Технологии прошлого, увы, не дадут ни нужного качества, ни соответствующей цены и производительности комплекса. И в итоге человек идет к западным коллегам. И они ему подбирают технологическую линию, соответствующую его запросам. Обвязка этой технологической линии и есть как раз здание, которое защищает производство от атмосферных воздействий, обеспечивает крепление оборудования и прочие прагматичные вещи. И при разном производстве само здание может либо входить в технологическую схему производства, либо нет. Давайте я приведу несколько наших собственных примеров. Вот один раз мы делали на юге нашей страны завод по производству песчаных смесей. В этом случае западные партнеры давали только технологическую линию, а мы делали в проекте все остальное. От фундамента до кровли полностью. Здание, его каркас и так далее. То есть в данном случае здание было полностью нами запроектировано, исключая технологические линии. Описание этого проекта можно посмотреть по ссылочке, которую вы сейчас видите в верхнем правом углу видео. Второй пример. Когда мы делали проект завода по производству пластикового сырья. Тут уже западными технологами были предоставлены, помимо самого технологического проекта, еще данные по каркасу здания в виде раздела КМ. И в данном проекте мы выполняли только раздел КЖ на оставшиеся конструкции. Фундаменты, которые, собственно, держали запроектированный западными коллегами каркас, полы вспомогательной конструкции и прочую мелочевку, которая сделана из железобетона. Об этом проекте мы рассказывали вот в этом материале. Можете посмотреть также. И точно по такой же схеме сделан был проект Большого тепличного комплекса, о котором я сегодня вам и хочу рассказать. Да, кто любит статьи, почитать текстовые версии сегодняшнего видео в формате статьи доступно по ссылочке в описании. Что же мы имеем тут в качестве исходных? Полную технологическую схему, полный проект каркаса здания из ЛСТК, наш любимый в кавычках конструктив, о котором я рассказывал свое личное мнение вот в этом видео. Кто не смотрел, тоже обязательно смотрим. А также много всяких конструкций на площадке, обеспечивающих функционирование комплекса, например, БАГВ, что в переводе означает БАГ-аккумулятор горячей воды, или энергоцентр, который отапливает все это дело. В итоге мы проектируем все, что из железобетона на площадке и все, что в грунте, то есть в основном фундаменты. Были запроектированы еще по мелочи разные стакады из стальных конструкций для теплотрасс и так далее, но это мы опустим как несущественное в данном случае. По этому объекту мы, соответственно, делали стадию П, то есть проектная документация, проходили экспертизу и далее выполняли рабочую документацию для выдачи ее настройку. Что представляет собой тепличный комплекс, собранный по последним технологиям? Это вообще не такие теплицы, какие многие привыкли видеть. Это огромного размера одно сооружение, все закрытое стеклом, где и размещается выращивание в нашем случае огурцов. Основное сооружение обслуживается вспомогательными инженерными сооружениями. Итак, что по конструктиву, который мы делали? Он достаточно тривиален, так как с поверхности на глубину примерно 2-3 метра залегали текучие пластичные глинистые грунты, то фундаменты были решены с помощью надежных и проверенных забивных железобетонных свай квадратного сечения длиной 6 метров. Сваи были объединены железобетонными ростверками по периметру и внутри здания. Уже реализованы на стройплощадке это выглядело вот так. Ну и давайте теперь пробежимся по обслуживающим все это дело зданиям кратко. Здание энергоцентра, где собственно находятся котлы, которые будут поставлять тепло для отопления. Так же как каркас весь зарубежный, мы выполняли только фундаменты. Тут все так же, сваи, ростверки, железобетон. Багв, он же бак-аккумулятор. Свайное поле, монолитная плита по бетонной подготовке. На фото забитое свайное поле под бак и бетонная подготовка с нанесенной гидроизоляцией. Склад аварийного топлива. Тут все просто до безобразия. Обычные плоские плиты с петлями для крепления топливных ямкостей. Ну и наконец площадка для автоцистерн. В целом это все основные здания, на которые выполнялся проект. Проектов кстати было несколько версий, заказчик постоянно хотел что-то добавить или поменять. Ну как в целом всегда и бывает по большим комплексам. Если же вам тоже нужен проект здания или например аналогичного комплекса, то пишите нам на почту или в телеграмм или проходите по ссылкам в описании под этим видео и мы с удовольствием с вами поработаем над вашими проектами. Иваныч, у меня только один вопрос. Ты где бетон для этой стены заказывал?